Музейный квиз На самом деле, само понятие квиз, оно подразумевает в себе коллективную интеллектуальную игру, которая не требует особой подготовки от участников, то есть они приходят и отвечают на интересные вопросы. Интересные вопросы. Так, это из какой сферы вопросов? Что же за вопросы? Давайте расскажем об этой интеллектуальной игре, которую придумал Музей нефтегаза. Да, наш музейный квиз, он посвящен периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот она, родная. Почему? ЮНЕСКО провозгласило 2019 год годом периодической системы, так как в этом году исполняется 150 лет. Ну, справедливо, мне кажется. Поэтому в музее запланировано очень много мероприятий по этой тематике, и вот наш музейный квиз, он открывает этот цикл. Ну и много желающих, кто хотел бы свои знания проявить в этой сфере? На самом деле очень много. Вчера у нас закончился прием заявок. Было одно главное условие, это 5 человек в команде. Ну и на сегодняшний день зарегистрировано уже 11 команд. А кто вообще эти люди? Школьники, больше студентов, взрослого? Да, и на ваш взгляд, кому она будет интересна и полезна? Потому что мне, человеку, закончившему давно еще в Советском Союзе школу, ну никак не... Ну, скажу сразу, интересно, полезно будет всем абсолютно, потому как у нас вопросы, в принципе, составлены таким образом, чтобы даже те, кто учил химию только в школе, и, скажем так, закромов своих памяти, достали нужный факт. А участники у нас это корпоративные команды, команды высших учебных заведений, колледжей и школы. То есть мы можем назвать это, своего рода, такой хороший тимбилдинг, да, если это команда корпоративная для объединения коллектива, да, для раскрытия и творческого потенциала. Но что касается заданий, кто составлял, кто придумывал? Потому что придумать само мероприятие – это дело одно. Ну и то. 20% успеха, но сама начинка, начинка этого, да, интеллектуального пирога – кто эти повара? И само мероприятие, и вопросы, то есть содержание этого мероприятия разрабатывали сотрудниками нашего музея. Коллективный, скажем так, труд. Своими силами. Конечно, все всегда своими силами, все всегда с ориентацией на нашего посетителя, чтобы было им интересно. И вопросы, я еще раз повторюсь, построены таким образом, что, в принципе, и человек, который сейчас работает в области химии, и человек, который просто любит химию и использует свое логическое мышление, может победить. То есть результаты абсолютно непредсказуемы. Ольга, в который раз вообще пройдет музейный квиз? Нет, просто вы, да, вы сказали, что это первый, но будет, она открывает какой-то цикл. И как вообще вы пришли к тому, чтобы… Ну, наш музей геологии нефти и газа, не секрет, всегда у нас современный, креативен, постоянно ищем новые формы работы с посетителями. И вот музейный квиз – это вот одна из наших новинок. Очень рассчитываем на то, что она понравится нашим посетителям, и постепенно мы будем внедрять эту форму работы, посвящая ее различным тематикам. А если говорить о цикле мероприятий, то это входит в него абсолютно разные мероприятия, не только квизы, посвященные химии. Например, 8-го числа у нас начинают работу так называемые авторские экскурсии. Так, что это такое, с чем их едят? Авторская экскурсия, она разработана нашим электром-экскурсоводом. Кстати, он член российского минералогического общества. На минуточку. Да, то есть в минералах лучше, чем он, мало кто ориентируется. И он одну из наших выставок увидел, скажем так, с новой стороны. То есть всем известно, надеюсь, что… Конечно. Что многие… Многие элементы периодической системы, они были выявлены благодаря исследованию минералов. Так. Вот, и мы как раз-таки рассказываем, какой минерал, условно говоря, был прародителем элементов таблицы. То есть это очень интересно для тех, кто любит химию, для педагогов, для учеников тем более. То есть мы открываем периодическую систему химических элементов, такой с новой, неожиданной стороны. Ну хорошо, если прием заявок, но уже на данный музейный квиз, да, на первый, он уже закончен и завершен. Те люди, которые там… Хотят. Хотят, да. Возможно, услышат по сарафанному радио, да, что действительно это круто, да. А они не успели просто. Что делать? Будет ли в планах что-то сделать еще? Конечно. Вот сейчас мы проводим наш музейный квиз, который называется «Загадки Менделеева». Так. Конечно же, ждем отзывов о нашем мероприятии и в дальнейшем будем проводить подобное мероприятие, но уже по другой тематике. И кто хочет, тот следит за нашими новостями на нашем сайте, в социальных сетях и принимает участие. То есть милости просим. Конечно. И вот для тех, кто уже зарегистрировался именно для участников команды, вот как организатор, скажите, вот что можно подтянуть? Ну так, небольшую подсказочку и сразу увидим, сразу увидим, кто в теме, кто будет смотреть. Какие темы, какие области, крайнефтяной, углеводороды и так далее, что-то вот. В принципе, все сказано в названии «Загадки Менделеева». То есть это биография великого ученого, периодическая система и история ее появления. То есть звоните Менделееву, спрашивайте, он все вам расскажет и это пригодится обязательно. Итак, когда и где стартует? 8 февраля, в День российской науки, в Музее геологии нефтегазов, 17.00. И параллельно хотелось бы пригласить жителей и гостей окружной столицы на наше мероприятие, чтобы поддержать команды по балете, вместе с ними разгадать такие загадки Менделеева. То есть я думаю, что интересно будет абсолютно. Даже зрителям будет интересно. Да, и зарядиться положительными эмоциями на предстоящие выходные. Спасибо вам огромное, что пришли. Всем участникам Победы, вам как организаторам хорошей работы, плодотворной работы. Ну и, конечно же, пусть музейный квиз живет. Спасибо огромное, вам желаем хорошего дня. С гостей прощаемся с вами уже 2-2,5 минуты. Дождитесь. Ты что делаешь? Заказ на аптекару. Ты что, больной? Сам ты больной. Сравни. Аптекару. Сравните цены. Немцы ведут наступление на Ригу и провалить здесь и здесь. Флот должен быть всемирно готовым поддержать контрнаступление нашей армии. Выходим в море, господа. Он фанатик. И у него одна женщина на всю жизнь. Война. Если бы война для вас такое святое дело, как же вы решились на войну против собственного народа? Мы хотим вам дать шанс оправдаться перед историей. На молитве! Головные уборы долой! Скоро на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова